Девочки, мальчики, всем привет! Сегодня очередной влог, и хочу начать этот влог с такой новости. Письмо мне пришло, я его распечатала. И так как я живу ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, то кто там близко к ним, то вам будет это, наверное, полезно. Пришло письмо от Цептор, и у них будут мероприятия, я вот читаю и сразу мероприятие, значит, 4 августа в Москве и 6 августа в Санкт-Петербурге с 10 утра до 10 ночи. То есть вы там не соскучитесь. И будут там, знаете, что? Косметические мастер-классы, мастер-класс по рисованию на ткани, лотерея, тестирование кожи, подарки, бесплатная фотосессия. Потом будут скидки на продукцию, и будет закрытая коктейльная вечеринка с конкурсом «Лицо Цептор». И главный приз на 42 тысячи рублей. Секреты красоты, фуршет. Так что я напишу вам ссылочку, потому что, ну, вы понимаете, наверное, что я живу в провинции, и мне нереально туда попасть. Ну, с удовольствием вы, конечно, я там потусила. Так что, девочки, там нужно будет, кстати, регистрироваться. Не так всё просто, поэтому ссылку также на регистрацию вам оставлю под видео. Так что надо, видимо, быстрее, чтобы попасть туда. Ну, так что, ну, я так понимаю, что это бесплатно. Ну, если... Ну, я не спрашивала, потому что мне только письмо пришло, а так как я не участвую, то если вам интересно, то вы спросите. Или у меня, я поинтересуюсь, у них это бесплатно или не бесплатно. Ну, скорее всего, бесплатно, так как... Так, как так. Вот такая вот новость, девочки. Сегодня такая погода странная. Тепло, и я как оделась в куртку. Кстати, насчёт музыки. Иду, слушаю. Хотела спросить, какую вы музыку любите? В последнее время, то есть я закачала себе шансон. Глупость, конечно. Но так нравится. Кстати, вчера затонировала волосы. Такой, свой любимый цвет. 10-65. Так что, до следующего включения. А, ещё сделала новый лак. Видите, все ногти обрезала. И сделала такой вот скромный цвет. Всем привет. Иду на работу. Вчера немного постригла волосы. Прям, знаете, как будто они меня ожили, что ли. Поэтому, как мне сказал вчера мой парикмахер, то есть я у него стригусь только второй раз, он мне сказал, чтобы я хотя бы два месяца раз, если есть возможность, один раз в месяц чуть-чуть-чуть постригала. От этого волосы будут быстрее расти. Не знаю. Я, конечно, об этом слышала не раз. Что вы думаете насчёт этого? Хотелось бы узнать. Кстати, у нас погода налаживается. Все эти дни страшный ливень, холодно. И обещают жару, буду ждать. Прям хочется солнышка, немножечко хотя бы на пляж сходить. У нас июль вообще был такой холодный-холодный. И вот. Так что, так что вот так. Всем привет. Видите, у нас несколько лет назад открылась метро. И там есть другой большой строительный магазин, и я направляюсь туда. Такой большой отклик был после моего видео о заднем фоне. И я всё теперь решилась. Иду покупать задний фон. Не знаю, найду я себе там что-то. Не знаю, смогу ли я вам показать. Если разрешено что-то, то постараюсь показать. Разрешено снимать, имея в виду. А так, а так уж, извините, не всегда можно где-то снимать. И вдруг мне повезёт. И, кстати, вот сзади, там, это промзона, я здесь работаю. Вроде как не слишком шумно. До следующего включения. Так, катящиеся тубы. Не зря они откатятся. Короче, я купила, девочки, фотобои. И хочу с вами поделиться, скажем так, небольшой ликбез по фотобоям. Кто планирует, кто что. Поделюсь с вами. Такой честный обзор. Это не заказное, ничего. Что нужно покупать, скажу так вот. Первым делом я в прошлом году покупала вот эту фирму Prestige. Это украинская, украинские фотобои. Они толстенные. Очень хорошо наклеиваются, растягиваются. И есть у них такое, что они потом сжимаются, и такие вот образуются дыры. Но, то есть они у меня провисели полгода. Я их спокойненько сняла и снова упаковала в тубу. То есть получается, их можно использовать бесконечное число раз. То есть здесь у меня уже и есть и клей. Вот, вот такие вот фотобои у меня были. Цена в нашем магазине была еще до подорожания. По-моему, 450 рублей. Ну, скажу, цена да. Нормально. Ладно, следующее. Вот, купила я вот такие вот фотобои. Комар, комар. Это немецкие фотобои, шикарнейшие. Опять у меня собака. И я в будущем буду покупать их только. Но скажу так, они дорогие. Но у них такое качество отменное. И купила я себе вот такие еще фотобои. Вот с таким рисунком. Как раз подходит очень красивая упаковка. Внутри есть клей. Здесь шесть таких полосок. Но, девочки, это, по-моему, тула, что ли. Никогда в жизни их не берите. Да, лорд, скажи. Никогда их в жизни не берите. Знаете почему? Потому что они как бумага А4. Так, лорд, хватит. Потому что они бумага как А4. Я вам посмотрю в глаза и скажу честно про них. А, вот, здесь есть клей. Внутри я начала их клеить. Мне сказали потом, ты, наверное, неправильно это делала. Потом я уже прочитала, все я правильно делала. То есть мне сказали, ты неправильно делала в том смысле, что надо было сначала стену намазать, а потом только их уже приклеивать. Нет. Тут сначала нужно намазать на обои и потом уже клеить. То есть, когда вы их намазали и понесли, они начинают рваться, как бумага. Я не знаю, они тоньше, наверное, чем бумага А4, вот эта, которая используется в принтерах, там, в ксероксах. Это кошмар. Сейчас покажу, что еще с ними происходит. Вы, наверное, разочаруетесь. И, на самом деле, никогда не берите. У них цена такая же, как у немецких сейчас, в данное время. Продемонстрирую, чтобы не быть голословной. Вот смотрите, до них дотрагиваешься, когда клеишь. И они вот так вот, у них цвет теряется. И везде, везде, везде. То есть, у меня везде тут такие обрывки, обломки. После того, как вы начинаете их разглаживать, они начинают крошиться на мелкие-мелкие части. Очень еще мне повезло в том смысле, что они яркие. И так вот сильно не видно. Но это кошмар. И главное, везде. Посмотрите, что творится с ними. Ну, купить я купила. Скажу так, что они не дешевые. Пока я с ними чуть-чуть просуществую. Но теперь, девочки, мне не нужно знать цвет фона. Мне теперь нужно знать, может, вы знаете, кроме немецких, какие-то еще более-менее доступные по цене фотобой. И еще, знаете, у них огромный минус в чем? У них края нужно обрезать. То есть везде-везде все края, как раньше, старые обои. Их нужно обрезать. И к тому же, раньше были такие старые обои, да, они не так были тонки, как сейчас вот эти вот обои. Девочки, ни в коем случае их не берите. Пусть производитель подумает о том, что он творит. Еще вот такое вот сообщение, не знаю, вопрос, просьба. Вы знаете, я давно не делала заготовок на зиму и решила, тут все делают, и я захотела. Сделала огурцы, нашла какой-то рецепт. Вы знаете, сейчас я выкинула целое ведро. То есть я раскрыла, выкинула. Не стала вам показывать, вообще не хотела показывать. Говорит, сказали бы, вы мне, наверное, неумелая хозяйка. Не знаю, я забыла просто, как это все делается. Смотрела видео, никак понять не могу, что и как, и сколько чего. Вот эти вот две банки у меня, то есть у меня осталось четыре. Я делала десять вот таких вот. Они у меня все потемнели. Но и эти я так вижу, что уже не совсем светлые. По ходу дела придется мне их тоже выкидывать. Я делала там самые такие красивые огурцы, собирала, делала, делала, делала. Все специи, все по норме. Но здесь я использовала девятипроцентный уксус. Может быть, с этим связано, не знаю. Может быть, девочки, мальчики, у вас есть какой-нибудь такой простой рецепт делать? Вот эти заготовки, но чтобы хранить в квартире. В квартире все-таки это не погреб и совсем другое хранение. Я знаю очень хороший способ, как делать огурцы в погребе. Мы делаем это постоянно, каждый год. Но в этом году я решила сделать консервированные или маринованные. Вот что, видите, вышло. Я такая неумеха. Мне так жалко было их выкидывать. Целое ведро. Я не стала вам показывать. Мне было как-то убегает, убегает от меня. Лорд, не убегай. Я хотела у вас спросить, девочки, мальчики, кто с собаками, может быть, знают. У меня такая проблема, что в последнее время шарпей начал очень сильно чесаться. И вот так вот, вы, наверное, часто уже слышите в моих видео. Он трясет ушами очень сильно. И у меня до этого было средство для ушей, чтобы он не чесался. Я не знаю, у него это не клещи, это как бы пищевая аллергия, наверное. Может быть, среди моих зрителей есть такие люди, которые понимают в этом. К ветеринару везти, он там закатит истерику. Поэтому я заходила в ветеринарные аптеки и спрашивала. Вот дайте мне средство, чтобы убрать аллергическую реакцию. Или что, я ему даю средство антизуд. Но, видите, уже он прям сильно чешется. И невозможно. Он и чешется, и трясется, и что только не делает. И у меня нет этого средства. Я сейчас не знаю, чем пользоваться. Потому что в аптеке мне не могут подсказать. Они мне говорят, мы не знаем, мы не знаем. Может быть, вы знаете, и вы используете. Не обязательно для шарпеев, а вообще для собак, у которых есть проблемы. Сразу скажу, что клещей у него как бы нет. Потому что мы сдавали раньше какие-то анализы или так называемые. Клещей нет. Это просто как бы... Во-первых, я чистила ему недавно. Там было много серы. Но для того, чтобы уменьшить вот это вот раздражение, нужно закапать что-то. Вот такой вот вопрос. Бла-бла-бла-бла, много болтаю. Просьба такая очень мне нужна. Потому что уже не могу я. Он у меня так чешется.